Каждую среду в студии телеканала Самар и ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самарской губернии с руководителями городских и областных, министерств ведомств, региональными предпринимателями и политиками. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в Самаре будет проводиться юбилейный 10-й международный патриотический проект «Парад памяти». Что покажут жителям и гостям города военно-патриотические клубы и сообщество реконструкторов. Сколько участников объединил международный патриотический проект «Парад памяти». В нашей студии Инна Жичкина, руководитель штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад памяти» в Самаре, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области и генерал-майор Александр Протченко, командующий парадами памяти и представитель Союза генералов Самары. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Инна Анатольевна, Александр Иванович, добрый вечер и рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, международный патриотический проект «Парад памяти» посвящен истории знаменитого военного парада 1941 года на самой большой площади Европы. И в этом году «Парад памяти» 10-й юбилейный, как и, собственно говоря, весь этот год, объявленный годом памяти и славы. Но так получилось, что мы живем с вами, ну, скажем так, в особенное время. И год этот стал особенным. Что будет в связи с этим, с парадом? К сожалению, к огромному. Действительно, этот год внес свои коррективы во все наши планы и в проведение юбилейных торжеств 9 мая. Ну, и, к сожалению, это коснулось в том числе и наших планов по организации и реализации специальных мероприятий, самого парадного прохождения, 10-го юбилейного парадного прохождения 7 ноября. Мы понимали, что нужно готовить несколько вариантов развития событий, несмотря на то, что многие регионы по традиции провели свои конкурсные отборы, провели свои парадные, подготовили свои парадные расчеты. И, конечно, готовы приехать к нам в Самару, в запасную столицу на юбилейный парад. Но организационный комитет принял решение о том, что в этом году парадного прохождения не будет. Но при этом у нас все парадные расчеты могут прислать свои видеозаписи с приветствами организационному комитету, с рассказом, с такой видеопрезентацией своего учебного учреждения. Потому что мы понимаем, что только в прошлом году, в 2019 году в Параде памяти приняло участие 126 парадных расчетов. Это 18 регионов Российской Федерации, все регионы Привозского федерального округа, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург привезли свои парадные расчеты и выбирали лучшие парадные расчеты для того, чтобы привезти к нам. Но мы понимаем, что это кадетские корпуса, что это суворовские училища, что это юноармейские отряды. Поэтому мы ждем в этом году до 1 ноября от всех видеопрезентаций, приветствия и прохождения. По качеству, естественно, этой видеозаписи, технические условия для всех даны, мы будем оценивать в том числе и парадные прохождения и сделаем один документальный фильм, который будет, естественно, итогом юбилейного парада. Но при этом у нас масштабно, как и всегда, потому что парад памяти – это не только сам парад. Это ежегодно, да, более трех тысяч мероприятий. Трех тысяч, на самом деле. Более трех тысяч мероприятий ежегодно проводятся во всех общеобразовательных, среднеспециальных, высших учебных заведениях, проводятся на промышленных предприятиях, оборонных, эвакуированных в годы войны, в учреждениях культуры, причем не только Самарской области, но и всех регионов Привозского федерального округа. Поэтому в этом году теме парада, которую мы объявили, которую мы с организационным комитетом утвердили, это присвоение почетного звания Самаре города трудовой доблести, в том числе этот парад юбилейный посвящен у нас материнской славе и вообще вкладу женщин в великую победу. И еще одной теме, важной в том числе и для вас, как для журналиста, это информационная столица, потому что здесь в годы войны работала студия кинохроники, здесь центральная студия кинохроники, здесь работали все ведущие СМИ Советского Союза, все ведущие СМИ иностранных держав вместе с Дипкорпусом. Здесь работало Советское информационное бюро и сводки, оперативные сводки на нескольких языках отцов информбюро шли на весь мир. Здесь еще был центр радиосвязи, кстати, закрытый долгое время. Уникальный, самый масштабный в Европе. Откуда на самом деле вещали? Вот, и мы понимаем, что это тоже тема, которая интересна и для подрастающего поколения, и для ветеранов разных предприятий. Поэтому специальные мероприятия идут масштабно. По традиции они у нас стартовали 15 октября, когда в 41 году был подписан приказ постановления Государственного комитета обороны об эвакуации в запасную столицу. Поэтому в этом году масштабно все специальные мероприятия будут проводиться, в том числе открыта выставка. Ну, я думаю, что более подробно также расскажем. Вот что уже проходит? Что уже проходит? Ну, во-первых, у нас проходят во всех школах классные часы, уроки мужества. Проходят конкурсы творческие, конкурсы сочинений, стихотворений, агитбригад. Именно театральных постановок на тему Великой Отечественной войны. Отдельно у нас проходят, в том числе на промышленных предприятиях, свои специальные мероприятия с советами ветеранов, советами молодых специалистов. В учреждениях культуры это и кинопоказы, это и лектории. Поэтому мы понимаем, что несмотря на пандемию, да, у нас ограничивается число участников. Да, конечно, мы учитываем социальную рассадку, мы обязательно учитываем в том числе и масочный режим. Но при этом у нас специальные мероприятия локальные, да, в своих группах, в учреждениях проводятся, и мы также масштабно их освещаем. 9 октября у нас стартовала выставка «Десятилетие парада памяти посвящается» на площади Куйбышева, где мы рассказываем не только об истории запасной столицы, об истории парада 7 ноября 1941 года, легендарного парада, но и итоги за эти 10 лет. В том числе каждый день у нас идут тематические дни, когда все участники, ну, конечно, у нас не 126 дней будет идти, да, выставка, а всего 30 дней. Поэтому мы компонуем, то есть мы говорим о том, что это будет отдельно день военно-исторических клубов, реконструкторского сообщества. Отдельно будет, и он уже прошел прошлые выходные, поискового движения России. Отдельно у нас работают наши школьные музеи, потому что в рамках парада памяти, в рамках проекта этого большого у нас открыто очень много, много, там более десятка школьных музеев, причем в том числе с техническим, современным, интерактивным наполнением. У нас также дни будут посвящены военным кафедрам, нашей 2-й гвардейской общевосковой армии. Поэтому каждый день на выставке он уникален, он интересен. Помимо центральной экспозиции, да, и всех итогов, каждый может прийти и увидеть себя, в том числе, если они были участниками специальных мероприятий или прохождения парадного, но и узнать что-то новое, потому что, естественно, презентуя и представляя свои организации, там, в том числе учебные учреждения, военно-исторические клубы, всегда, ну, интересно рассказать, что-то новое узнать. Так что я думаю, что все жители, в том числе семьями, очень приятно было в эти выходные увидеть семьи, которые пришли с маленькими детьми, и интересно было мужчинам посмотреть, что же такое поисковое движение, и какие самые главные артефакты находили, да, и с какими судьбами это было связано. И деткам это было интересно, потому что вот она подрастающая смена. Для этого все и делается. — Александр Иванович, вот у вас в этом году будет непростая задача, на самом деле, потому что вам придется оценивать, скажем так, качество... — Парадного прохождения. — Парадного прохождения в виртуальном пространстве. Вот как вы предполагаете это делать и каким образом оценивать? Потому что, ну... — Я хотел бы сказать, прежде всего, что парад памяти, это стал уже частью истории. Это участок, исторический, будем говорить, вектор, который направлен на патриотическое воспитание молодежи. И нет у нас сегодня в других регионах подобного. Есть у нас участники, участники, которые приезжают к нам, но по месту жительства, где они находятся, они также проводят вот эти мероприятия. Не просто отобрали группу и прибыла к нам, они проводят также мероприятия различные, посвященные этому параду. А нам в этом году придется, ну, можно сказать, двойне. Труднее сегодня у нас до 1 ноября должны прислать... — Видеопрезентации. — Да, да, видеопрезентацию. — Ну да, назовем это так. — Мы должны, комиссия должна оценить, просмотреть, оценить, сделать определенные выводы, кто лучше, кто хуже. Но вы понимаете, что это не очень-то просто. — Конечно. Тут живое-то сложно, а это же видео. — Да, здесь качество съемки будет. Понимаете, не у всех есть способность произвести профессиональную съемку. Но я думаю, что руководители предприятий и подразделений, и школ, и участников, кто будет участвовать, примут все меры для того, чтобы все-таки было качественно. Мы раздали рекомендации о том, что должно быть, наглядность чего. Это и движение, и весь строй, и равнение, и, в общем-то, форма одежды. Все должно наблюдаться вот в этом фильме коротком. Это всего должно быть 10-15 минут в объеме. Ну, один плюс, что мы можем остановить кадр. — И отмотать. — Да, отмотать назад, вперед промотать и сказать, что вот, смотрите, такие-таки-таки-таки это недостатки или положительные. Вот, конечно, это будет трудно. Но мы справимся, мы справимся, будем, ведь мы-то что, мы оцениваем, а люди-то вкладывали душу в это. — Да. — Да, и поэтому здесь надо быть объективным, в первую очередь, и во вторую очередь ни в коем случае не обидеть участников, чтобы у них не осталось. Я вам хочу сказать, что сегодня встречаешь на площади, вот мероприятия проходят у нас, встречаем мы участников этих мероприятий в связи с пандемией, ограниченное количество. — Да, кто-то на площадь приезжает. — Но приходят, да, приходят группы, классы, которые объединены, так сказать, своим обществом своим, да, если сказать, что они в своем кругу. — Ну, свой круг, да, свое общество. — Да, свой круг, и дозволено, чтобы они были, контактировали друг с другом. Поэтому они приходят, и мы смотрим, у них на груди три-четыре медали. Каждый участник получает медаль как участника парада. И вот они все говорят мне, Александр Иванович, а у нас вот мы будем участвовать виртуально, нам медаль будет вручаться? — Кстати, важный вопрос, да. — Да, медаль будет вручаться все участники, которые будут виртуально, или волонтеры там у нас будут участвовать, все будут, все получат эту памятную медаль. И вот представьте, пройдет определенное время, и когда этот ребенок вырастет, он будет... — Когда у него появятся свои дети. — Да, свои дети. Он будет показывать медаль эту, и будет, опять же, нести эту частицу истории, за что и как, тем более вот сегодня... — При каких обстоятельствах, и что это такое? — Да, да, да. — И каждый год тематически, и медали все разные. — Сегодня трудовой доблестью, это же непочатый край, это масса людей, которые работали на фронт, которые ковали победу. Это очень важно, очень важно для общества, для страны, поэтому справимся. — Одним словом, проигравших не будет, получается так, на самом деле... — Нет, проигравшие, как сказать, проигравшие не будут. — Ну, раз все получат медаль. — Те, которые, они-то у себя пройдут отбор, и нам пришлют уже как победители своих регионов. А мы уже выберем, да, победителей, определим места, первое, второе, третье место, вот, но все участники будут... — Но само участие, это уже говорит об уровне. — Да, да, это... — А что будете оценивать, Александр Иванович, кстати, вот любопыт? — Оценивать будут, значит, коллективы из союза генералов, пять или шесть, да, шесть генералов. — Абсолютно, шесть генералов. — Да, шесть генералов, которые будут состав входит в комитете. Далее, это из Инана Анатольевны группы будут представители гражданских учреждений, учебных учреждений будут находиться. И эта вот группа, она оценит, и выслушаны будут все за, против. Поэтому все будет серьезно, все будет справедливо. — Ну, здесь, на самом деле, Александр Иванович, как бы, тоже и про штаб, и про всех сказал, мы стараемся... Все, что связано с организацией, все, что связано с проведением специальных мероприятий, самого парада, это, конечно, ложится на наши плечи. Но когда мы понимаем, что здесь есть профессионалы, мы, конечно, в парадное прохождение, да, здесь в первую очередь у нас действительно союз генералов всегда оценивает. Это очень важно. И помимо парадных памятных медалей, у нас, естественно, будут подарки для победителей. То есть это дополнительный еще тот парадный расчет, который, ну, как обычно, первые три призовых места, первое, второе, третье место, и, соответственно, здесь будут еще памятные подарки юбилейного парада. — Уважаемые гости, предлагаю сейчас сделать паузу и посмотреть сюжет, который как раз имеет отношение к теме нашей с вами беседы, а затем мы продолжим наш разговор. Площадь Куйбышева вновь принимает гостей. Здесь открылась интерактивная выставка, посвященная десятилетию парада памяти. Самарцам рассказывают и показывают, как жил город в военные годы. Стенды, документальная лента и диджитал-платформа для самостоятельного ознакомления. Эта легендарная машина в народе получила название «Полуторка» из-за грузоподъемности в полторы тонны. В военные годы было выпущено 320 тысяч таких автомобилей. Конкретно эта модель еще и киноактриса. Никита Михалков снял ее в своей картине «Утомленные солнцем». — Руки за голову. — А? — Руки за голову. Сделать фото с ней и еще несколькими историческими экспонатами, ровно так же, как и написать письмо на фронт, собрать и разобрать автомат, а так же встать в строй может любой желающий. А тех, кто не умеет маршировать, научат на месте. Международный патриотический проект призван сохранить память об историческом параде 41-го года. Тогда он прошел в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве. В запасную столицу съехались дипломаты из 22 стран. Принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Парад продемонстрировал мощь Советской Армии как союзникам, так и врагам. С 2010 года проводить памятное шествие в Самаре стало доброй традицией. Уважаемые гости, расскажите о выставке «Десятилетие парада памяти» посвящается на площади имени Куйбыша. Вот поподробнее, что там будет? Что проходит уже? Уже прошли отдельные дни нашего замечательного музея, школьного музея, который мы также открывали в 2011 году в техническом лицее. Это музей, посвященный истории именно парада легендарного 7 ноября 1941 года. Также прошли дни реконструкторского сообщества. Вернее, прошли дни поискового движения. Потому что в эти выходные, в субботу, будет реконструкторское сообщество, все военно-исторические клубы. И здесь будет и обучение всеобучу. Здесь будет и интересные интерактивы по быту, военному быту. И в землянках проживание. Поэтому я думаю, что интересно будет ребятам, семьям, всем, кто придет на выставку, окунуться в эту атмосферу. А много вообще реконструкторов? Кстати, вот раз мы заговорили о них, чтобы, так сказать, закончить эту тему. Очень много, на самом деле. Спасибо им огромное. Потому что для всех военно-исторических клубов, которые к нам приезжают, и традиционно участвуют, 46 клубов приезжают к нам. Со всей страны? Со всей страны. Из двух стран еще дополнительно. Казахстан и Украина. И они участвуют не только в проведении реконструкции. Каждый раз это очень важные исторические битвы, связанные, естественно, с историей Великой Отечественной войны. Но в том числе многие из них привозят восстановленную технику. И мы понимаем, что это уникальные экземпляры. И для нас принципиально важно... Сложные, дорогие. Конечно. И для нас, я говорю, всегда принципиально важно, что это была именно техника, которая присутствовала на параде 41-го года. Не та, которая была в 64-м или в 73-м. То есть, аутентичные, как говорят. Конечно. Здесь очень важно, чтобы это были те экземпляры, которые именно годом создания были. Там 39-40-й. То есть, в 41-м году они уже были на вооружении. Поэтому огромная благодарность. И Павлу Александровичу Иванову, потому что огромное количество техники его участвует. И нашему военному музею Сахарова, потому что там тоже очень много уникальных экземпляров. Мы привозим всегда и экземпляры с Пышмы, Верхней Пышмы, это вот в Свердловской области. Мы понимаем, что из Москвы приезжают, да, как бы отдельно реконструкторы. Но в этом году у нас также будут... Часть уже выставлены, вы видели сейчас, да, в том числе по сюжету. Ну да, вот как раз в этом, да. Отдельно 6-го, 7-го мы еще ряд экземпляров выставляем, потому что в прохождении у нас обычно участвуют от 40 до 50 единиц техники уникальной. Здесь, конечно, с учетом того, что не будет парадного прохождения, мы выставляем по одному экземпляру уникальных образцов. И 7-го числа также все могут увидеть эти замечательные уникальные экземпляры. В том числе сейчас на площади расположена бронекабина Ила-2, которая так же, как уникальный артефакт... То есть это аутентичное, настоящее... Конечно, да. Именно поисковики подняли эту кабину, и мы понимаем здесь... Также спасибо огромное у нас замечательному нашему летчику, испытателю Пташинскому. И мы понимаем, что здесь... Это не только восстановленный самолет ПО-2, который также ежегодно у нас участвует в параде. Но и тот труд, который сейчас связан с восстановлением Ила-2. Хотя мы понимаем, что и в 2011 году, и в прошлом 2011 году мы уже брали восстановленные экземпляры. Это тоже отдельный клуб, который занимается именно восстановлением самолетов. Поэтому Ила-2, это как бы наш штурмовик Победы, который в том числе изготавливался... Конечно, на наших заводах. И 82% этих самолетов в годы войны было выпущено именно на наших заводах Прогресс и Авиакор. Поэтому мы... И не только мы понимаем, что броник обидно делал завод Салют. Мы понимаем, что дополнительно мотор-строитель, завод, который делал двигатели для этих... То есть более сложная система. Мы понимаем, что здесь большое количество предприятий, оборонных предприятий было задействовано в выпуске этих самолетов. На выставке, кстати, у нас присутствуют эти уникальные экземпляры. И спасибо огромное всем нашим предприятиям. И Авиакору, и ПАО Кузнецов. Потому что ПАО Кузнецов, наверное, самую большую выставку своей продукции, именно военной продукции. То есть откликаются? Конечно. Так же, как и истории предприятия военные. Это и Салюты, это и ЦСКБ Прогресс. То есть те предприятия, которые были эвакуированы в запасную столицу в 1941 году, которые здесь выпускали и работали на Победу. И мы понимали, что именно их история тоже очень важна для истории трудовой, доблести нашего города. Поэтому они ежегодно на самом деле выставляют в том числе и свои парадные расчеты для прохождения. И активно проводят специальные мероприятия. И на выставке, которая сейчас работает на площади Куйбышева, также их экспонаты, их истории представлены. В том числе было сложно за эти 10 лет самое важное, самое ценное выбрать. Потому что для нас было вести воспоминания дорогие по каждому году. Потому что, во-первых, каждый год был тематический. Посвящался и труженикам тыла, и 70-летию суворовских военно-нахимовских училищ, и дружбе народов, и героям Отечества, и полководцам Победы, и оружию Победы. В прошлом году солдатской славы. И как здорово на самом деле, что мы успели. Мы успели посвятить этот парад Владимиру Ивановичу Чудайкину, которого, к сожалению, вчера не стало. Да, который, к сожалению, шел. Да, с которым завтра мы будем прощаться. Но буквально год назад его приветствовали, стоя все наши парадные расчеты. И для него это была заслуженная минута славы. Потому что он был не только участником 7 ноября 1941 года, но в том числе и стал как раз символом Победы. Потому что в составе 23-й танковой бригады, в составе 3-й ударной армии, которая водрузила флаг над Рейхстагом. Да, он как танкист обеспечил эту группу прорыва. Поэтому именно юбилейный год, конечно, для него был тоже очень важен, очень дорог. И парад памяти мы посвятили. И в этом году парад, который 24 июня прошел, также он успел принять участие в нем. Поэтому, конечно, для нас дорого, что его судьба останется, конечно, с нами. Это легенда. Ушла легенда. Конечно, очень грустно за это. Легенда осталась. Легенда осталась. И память осталась. Легенда осталась. Да. Поэтому мы на выставке, конечно, будем рассказывать о всех наших участниках, о героях. Потому что за эти годы парад памяти объединил 27 регионов, 25 стран мира. Вот вы, кстати, предвосхитили вопрос. Итоги вот этих 10 лет парадов памяти. В чем и в чем отличие каждого года? Ну, вы начали говорить о том, что каждый год посвящался отдельной теме. А вот итоги какие? Потому что 10 лет – это гигантский срок, на самом деле. Конечно. И когда мы каждый год готовили, мы понимали, что для нас очень важно ту тему, которую выбираем, максимально осветить, рассказать и подрастающему поколению, и вспомнить тех героев, живущих героев, которые связаны с этой темой. Для 2011 года это в основном были районы города Самары. 2012 год – все муниципальные районы, городские округа Самарской области. С 2013 года уже стали приезжать все регионы Привозского федерального округа, но в качестве гостей. А в 2014 году, увидев нашу включенность, нашу максимальную подготовку, проработку всех мероприятий, самого парада, они включились и стали очень активно за два месяца готовить свои парадные расчеты, лучшие для прохождения в запасной столице. С 2016 года он вышел на международный уровень, что подтверждается участием дипломатических миссий иностранных государств. И парад памяти, сам международный проект сейчас проводится при поддержке администрации президента Российской Федерации, при поддержке все эти годы Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел, Министерства культуры. И мы понимаем, что здесь, даже в этом году, за месяц уже поступил звонок с Министерства иностранных дел. Но давайте нам срочно все документы, мы должны ноту расписывать для всех департаментов, для всех дипломатических миссий, то есть насколько они включены тоже в этот проект. И мы понимаем, что 25 стран, которые приезжали и приняли участие... 25 стран? 25 стран. Надо подчеркивать, кстати, эту информацию. Все военные атташе, это консулы, это дипломаты, причем страны абсолютно разные. Мы понимаем, что это и бывшие республики Советского Союза, но это и Мексика, это и Куба, это и Австралия. Здесь перечислять только эти страны. На самом деле в той войне-то участвовало большое количество стран, поэтому для них это важно. Да, и здесь, ну даже так, если мы говорим про работу в запасной столице, то это были 300 дипломатов, представители 22 стран. У нас уже участниками были 25 стран. Это более тысячи образовательных учреждений. Это 150 только общественных организаций разных, потому что мы понимаем, что и Союз генералов, и наши ветераны морской пехоты, и Союз десантников, это общественные объединения, которые сейчас объединяют большое количество людей. Это волонтеры Победы. Огромное им спасибо. Они сейчас и работают на выставке в качестве экскурсоводов. И даже если мы прорабатывали, что должно быть 2-3 человека, по 7 человек, потому что людей все-таки много приходит на выставку, но мы стараемся все эпидемиологические требования соблюдать. Здесь тоже очень важно, чтобы жизнь и здоровье людей на первом месте. Мне подсказывают, что остается 2 минуты буквально. А хотелось бы еще задать этот вопрос. Насколько я помню, планируется премьера балета, еще Ленинградская симфония. Вот когда пройдет премьера? Почему именно этой осенью? Почему именно балет? 7 числа у нас будет все-таки большое количество мероприятий. 6-го, 7-го – это открытие доски Еврейскому антифашистскому комитету, который также работал. Это 6-го числа? Да. 7-го числа открытие доски мемориальной как раз Наркомата иностранных дел и здесь с представителями Министерства иностранных дел. И будет работать выставка, будет техника. Но при этом мы понимаем, что, конечно, такое важное культурное событие. Это станет мировая премьера, потому что впервые на музыку Шостаковича ставится балет. И здесь солисты нашего театра оперы и балета. Спасибо огромное Филиппу Сергею Васильевичу. Это премьера, которую они подготовили. На Министерство культуры подчеркнем, да. Да, да. Здесь уникальное будет исполнение, уникальный спектакль. И мы понимаем, что, конечно, судьба Шостаковича и исполнение 7-й симфонии, она также связана с запасным Куйбышевым, с запасной столицей, с историей парада легендарного. Ну и поскольку все эти годы для нас важны и всегда звучала 7-я симфония ленинградская, Шостаковича, для естественного парада памяти. Поэтому мы 7-е число, торжественный день, закончим именно этой премьерой, которую потом смогут также посетить и все жители, и все гости нашего региона. Ну а вот премьерный день для зрителей, для участников, для организационного комитета, для всех парадных расчетов, для всех победителей специальных мероприятий и конкурсов, патриотических, творческих. Это 7-е число. Ну что ж, мне подсказывают, что время программы подходит к концу. Спасибо за интересную беседу и я надеюсь, что через год мы сможем провести еще лучше, еще интереснее наш замечательный парад памяти. Уже без пандемии. И уже мы победим, конечно, эту болезнь. К 80-летию запасной столицы. К 80-летию. Напоминаю, в нашей студии была Инна Жичкина, руководитель штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта парад памяти в Самаре, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области и генерал-майор Александр Проченко, командующий парадами памяти и представитель Союза генералов Самары. Берегите себя и удачи в делах. До свидания.